Полтора миллиона тонн зерна. Именно столько оренбургские аграрии планируют собрать в этом году. Средняя урожайность свыше 10 центнеров с гектара. Это почти на 100% покрывает необходимость области в семенах, фураже и продовольственном зерне. Год был сложный, начиная с осеннего зимнего периода. Это для посева озимых. Там малоснежная зима. У многих были сомнения, что озимые сохранятся. Тем не менее, благодаря тому, что наши засушили устойчивые морозостойкие сорта, которые Оренбургская область располагает благодаря семеноводам своим, позволило тому, что не более 15% зерновых озимых пришлось пересеять. Семеноводы – особая гордость Оренбуржья. В регионе 47 профильных хозяйств. Все они объединены в ассоциацию. Она работает 6 лет. Важно отметить, что наша область – вторая в России, кто создал подобное звено в аграрной сфере. Как результат – значительное улучшение сортовых и посевных качеств. Представлены посевы нового сорта – яровой мягкой пшеницы, Оренбургской юбилейной. Она передана на государственные сорты испытаний в 2018 году. Потенциальная продуктивность – 40 центнеров с гектара. Хлебопекарные качества зерна – от хороших до отличных. И это не единственное достижение питомника яровой пшеницы. Ежегодно от 10 до 15 тысяч селекционных номеров. 26 сортов. Рядом с ними – более опытные собратья. Учитель Оренбургская 10 и Оренбургская 21. Эти названия уже давно стали брендом региона. Селекционная работа по яровой пшенице в области стартовала еще в 30-е годы. Оренбургские сорта яровой твердой пшеницы по области занимают 30-35%. Нашей Оренбургской селекции яровой мягкой пшеницы занимают 25-30%. Основное достоинство данных сортов – высокая засухустойчивость, пластичность сортов, высокая приспособляемость к определенным условиям. Селекция – процесс трудоемкий. Нововведение одного сорта требуется 12-15 лет. Только в одном питомнике более 16 тысяч номеров. Каждый сорт проходит через поэтапные испытания. Сначала питомник первого года, затем второго, после контрольный и гибридный. Завершающим этапом становятся государственные испытания. Они длятся еще три года. Здесь представлены линии от области 50 гибридных популяций. Происхождение самое разное. Но в основном гибриды мы создаем на основе уже своих селекционных номеров с привлечением отдельных номеров из мировой коллекции. С тем, чтобы обогащать наследственность того материала, который у нас сейчас существует. Переоценить работу селекционеров Оренбуржья невозможно. Увеличение озерненности в колосе на два зерна позволяет увеличить, например, урожай ячменя на 10%. По области нашими сортами засевается более 50% пассивных площадей. По мягким пшеницам в среднем это за последние 10 лет 30%, по твердым 25-27%. Также они районированы и в Алтайском крае, и в Бурятии. Работа по улучшению качества сорта и сохранению его чистоты идут регулярно. Например, вот это новый сорт яровой пшеницы «Гордея». Сорт засухоустойчивый, устойчив к полиганию, имеет очень хорошие макаронные качества. Очень им заинтересовались итальянские коллеги. Специалисты отмечают, впервые за 30 лет удалось вывести столь качественный сорт твердой пшеницы. Мягкая ячмень более адаптирована к оренбургской засухе. Риски создает не только непростой климат. Дополнительные сложности приносят разнообразие почв и рельефа в регионе. Выход – экологическое районирование. Каждый спецсезон – индивидуальный подход. Как результат, оренбургские сорта максимально приспособлены к реальным условиям. Располагаем мировой коллекцией. У нас в рабочей коллекции находятся 250 сортообразов различного происхождения, начиная с американского континента, потом западные сортообразцы, российские сортообразцы и, кончая, японскими сортообразцами. Это позволяет нам испытывать их в наших условиях, выявлять нужные признаки, которые не хватает или не достает в наших существующих сортах. И путем гибридизации, с применением вот этих новейших методов – ПЦР-анализа и электрофореза белков – создавать уже более совершенные наши сорта. Это опытные поля Аграрного университета. На сегодня только в конкурсном сортоиспытании здесь 100 номеров. Именно из них выберут образцы для государственного испытания. Здесь, на этом поле, расположено у нас первичное семеноводство. Первичное семеноводство – это, другими словами, можно сказать, производство элиты. На этом поле у нас находится озимая пшеница, сорт колос Оренбуржья. А еще рифей – Оренбургская 105-я, Пионерская 32-я. Всего 4 сорта пшеницы. Ежегодно на полях работают не только научные сотрудники, но и студенты. На базе практики уже написаны десятки научных работ. Здесь мы смотрим, выявляем, какая пшеница у нас более-менее устойчива к засухе. Также мы здесь размножаем коллекцию. У нас в Оренбургской области больше интересуют раннеспелые сорта. Почему? Потому что у нас обычно июль идут дожди, дождливые, а июль уже сухой. Общая площадь учебного поля – 3,5 тысячи гектаров. Большую часть занимают посевы озимой пшеницы – 700 гектаров. Яровой – почти в три раза меньше. Все сорта у нас представлены к реализации. У нас по этим сортам есть как суперэлита, так и элита. Мы в основном стараемся продавать, представлять к реализации сорта наши и семена, которые выращены годом ранее. То есть вот в этом году у нас 450 тонн, в общем, суперэлиты и элиты в совокупности, урожая 2017 года. За сушливый год на помощь аграриям приходят альтернативные культуры. Те, которые пользуются спросом на рынке. Один из таких – нут. На сегодня в области почти вдвое увеличена площадь засева бобовых культур. Кроме того, более широкое распространение в регионе получился флор и масленичный лен. Редактор субтитров А.Семкин